Всех приветствую! Всем доброго времени суток! В предыдущем видео мы занимались подготовительными работами. В данном видео мы будем разбирать, в какой последовательности мы будем класть напольную плитку. Итак, поехали! Так как толщина слоя не превышала 5 мм, полы будем выравнивать клеем. В моем случае это ТИМ-35, он более бюджетный и подходит для теплого пола. Клей тянем по факту, просто для того, чтобы выровнять все ямы и заглубления в одну плоскость. Таким образом мы экономим материал и время. На следующий день все полы заливаем водой. После чего снимаем лишнее правилом. Здесь видны все бугры, нам пришлось их немного счистить для более ровной плоскости. После того, как подготовили поверхность, подготовим плитку. То есть подрежем. Но перед этим мы все тщательно рассчитали. И приняли решение начать кладку посреди дома. То есть с межкомнатной перегородки. Я думаю это правильное решение. Это для того, чтобы мы могли класть плитку в обе стороны в одинаковом расстоянии. Размер керамогранита составляет 160 мм на 20 мм. Плитка от керамоморации. Толщина клея, нанесенной гребенкой 10 мм. Всю плитку фиксируем СВП. Весь общий пол составляет 180 квадратов. И тут будут укладываться два ковра. Со всеразличными фризами. Фризы будем изготавливать самостоятельно. Итак, дошли до границы нашего ковра. Место, где будет производиться укладка ковра, должно быть идеально ровной. Сейчас мы сделаем все размеры. И расчерчим их карандашом. Ковер должен зеркально повториться с потолком. Прислоняем угольник уже укладенной плитки. Таким образом мы вычисляем нужный нам градус. Ну и при укладке керамогранитом, мы отталкиваемся от нашей разметки. Уже поклали несколько рядов. Вот так это выглядит. Продолжаем укладку напольной плитки. Сейчас я постараюсь со всех сторон показать, как происходит процесс. И тут видно, что уже обрисовываются границы нашего ковра. Далее мы раскинем всю плитку для ковра. Это чтобы понять, где заканчиваются границы. И уже по факту определить размер фрезов. Как вы уже поняли, мы отталкивались от напольной плитки. И образовавшееся расстояние между напольной плитки и ковром заполняем двумя фрезами. Размер фреза определили по факту. После того, как все разметили, чертим линии для нашего ковра. Далее приступаем к укладке. Друзья, обратите внимание, что ковер я буду класть на гребенку 8 мм. А напольную плитку я клал на 10 мм. Это потому, что плитка на ковер толще, чем на пол. Все тонкости, нюансы, а также размеры я опубликую в следующей части. А сейчас мы проверим, как ложится плитка без промазки. Ведь нам надо, чтобы ковер был в один уровень с полом. Итак, проверяем. Заполнение клеем неплохое. Где-то 95%. Это отличный результат. Качество плитки хорошее. И ее можно не промазывать. Итак, в следующем видео вы увидите работы по облицовке ковра. Я также покажу, как точно и быстро нарезать фрезы. И многое другое. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!